всем привет продолжаем путешествие занесло нас в Зальцбург западная часть Австрии один из четырех крупных городов этой страны ушел дождь и просто дождь 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 но нам нипочем у нас зонтики и плащи поэтому конечно мы пошли как все туристы которые бывают в Зальцбурге парк Мирабель это место где постоянно ходят толпы туристов и действительно есть на что посмотреть красивейший парк все цветет ну просто красивый я бы с удовольствием там погулял если бы там не было дождя подольше но мы были проездным поэтому знаете голубым по европам помотались посмотрели ландшафтный такой вот памятник я бы сказал да если можно так сказать я не очень разбираюсь в этом деле просто это очень красивый парк но немножко будто из википедии парк Мирабель Мирабель Гартен парк Мирабель спроектирован 1690 году а для публики открылся в 1854 году он считается одним из самых красивых барочных садов Европы это действительно так вот подтверждает во многих разных я был в парках но один из лучших парков я бы сказал так малый большой партер сада спроектирован таким образом что в них открывается вид на собор святого Руперта и крепость Хойнзальбург малый парк вот здесь я не показываю ну поверьте что так оно и есть дворец тоже здесь находится был построен на северной стороне реки Зальцах она здесь недалеко по просьбе князя архиепископа Вольфа Дритриха фон Райтенау там существует такая история действительно история по правде по правде как говорится влюбился он в местную красавицу Соломею Альт прекрасное да имя Соломея ну а кто вот припоминает так немножко античную историю так вот Соломею потребовал его убить пророка Иоанна Крестителя после казни и было принесено на блюдо его голова вот такое имя Соломея повезло этому архиеписку хотя в общем в данном моменте она ничего плохого его не сделала наоборот они любили друг друга по всем церковным канонам того времени человеку с церковным саном было запрещено как бы связывать свою жизнь женщинами ну вот такие правила но они сейчас видимо у них есть те кто имеет церковный сан но любовь но вы же понимаем мы все понимаем что такое любовь любовь оказалась сильнее отношения у них наладились и стали настолько страстными и взаимно что Соломея родила ему 15 детей представляете 15 из которых выжили всего правда 10 архиепископ был человеком весьма влиятельным могущественным и поэтому жил со своей возлюбленной Соломеей совершенно открыт но так вот да пошли вы все примерно и вот этот дворец который был построен на территории парка архиепископ назвал его Альтенау в честь Соломея Аль ну что еще семейная идиллия продолжалась до последнего дня жизни архиепископа однако после смерти Ольфа Дитриха на его место приходит его двоюродный брат Маркус там длинное название Маркут Зитхус фон Хенхен так далее не будем это углубляться так вот это его брат нехороший человек я бы сказал редиска по-другому его назвать нельзя и вообще мало ли что женщины имя такой Соломея она же была женой твоего брата нехороший человек Маркут он изгоняет Соломея представляете да и дворец становится постоянной резиденцией Зальтурского архиепископа этот брат решил переименовать замок в дворец Мирабель что означает красивый вид то есть вид на ближайшие время так что тут еще интересного было а с 1866 года дворец Мирабель является собственностью города а с 1948 официальной резиденцией мэра Зальцбурга на территории дворца размещается магистрат и канцелярия бургомистра то есть вот на территории дворца который находится в этом парке интересная ремарочка здесь проходили съемки знаменитого голливудского музыкального фильма звуки музыки ну помните ну в общем я думаю что многие смотрели этот фильм такого возраста как я конечно там играла актриса Джулия Эндрюс кстати дублировал Румянцева Надежда вот Кристофер Палмер Егорский его дублировал Чармен Карр Николас Хэммонд ну вот из того что я нашел в интернете и так еще припоминаю скажем так поэтому вот видите такая маленькая ремарочка по поводу этого парка а вообще честно говоря действительно красивый парк и даже при дожде он прекрасно смотрится там можно нормально погулять покойно побродить о чем по своем подумать если будете в Зальцбурге гарантирую вам вы точно будете в парке Мирабель характерный пример стиле барон террасы яркие клумбы мраморные туи или статуи и фонтаны ну просто действительно яркий пышный парк все пока всем привет до свидания показал вам парк Мирабель Зальцбург до свидания